МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Изменение в устав, приватизация муниципального имущества и развитие инфраструктуры". Прошло первое в этом году заседание Городской думы. Скоро в школу. В Департаменте образования прошло собрание для родителей будущих первоклассников. Врачи детской поликлиники в Старом районе будут принимать пациентов на Октябрьском проспекте. Как городские службы готовятся к переезду? Далее расскажем обо всем подробно. Все здания детских садов в городе перешли на альтернативную систему отопления. То есть обогревать теперь можно, не дожидаясь, когда отопление включат во всем городе. Это позволило снизить уровень заболеваемости детей в переходный период. Успешно реализуют программу реконструкции межшкольных стадионов. В прошлом году завершен стадион 16-й школы. В 2020 году будут обустраивать стадион школы номер 7. Затем программу планируют распространить на 12-ю и 13-ю школы. Также глава города на пресс-конференции рассказал о строительстве и ремонте образовательных учреждений. 11-я в хорошем очень графике. Как бы и по национальному проекту освоение с опережением идет. И мы думаем, что точно не позднее 1 сентября 2021 года, а думаем, что раньше она будет как бы сдана в эксплуатацию. Но там есть еще задача подъездных путей. Что касается 10-й школы, то очередной срок ее сдачи в февраль 2020 года. Также в этом году завершат строительство нового общежития Сарфа-ТИ. Заложены деньги на разработку проектно-сметной документации для строительства детского сада на 200 мест около третьего КПП. Ведем переговоры с Приволжским федеральным округом с командованием о том, чтобы они все-таки выполнили свои обещания по строительству детского сада на микрорайоне 21, когда наряду с предоставлением земли для строительства домов, а недавно они были введены, 301 квартира. На 2020 год заложено финансирование строительства дороги Лихачи-Суворова. Если ее сделают, расстояние до Нижнего Новгорода сократится еще на 6 километров. Также идет ремонт дороги до Первомайска. Запланирована реконструкция моста через Вичкин-Зу за третьим КПП. Мы ожидаем деньги на улицу Академика Негина. Тоже по СД у нас есть. И 48 миллионов мы заложили на 2020 год. По Симашке есть вопросы от жителей. Там организация выездов из дворов, правильного распределения полос, движение по полосам. Это тоже сейчас все будет оптимизироваться. На мой взгляд, дорога очень хорошая получилась. Полную видеозапись отчета главы города смотрите в эфире телеканала Саров-24 и на нашем канале в Ютубе. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Сергей Жижин занимал должность заместителя председателя городской думы с марта 2016 года. До этого он занимался подбором персонала в Орфеадсвнеев, затем был исполнительным директором технопарка Саров. В январе он возвращается в ядерный центр, где возглавит управление по реализации перспективных проектов и будет заниматься развитием гражданских направлений продукции и территориальным развитием города. Не секрет, что в рамках проекта «Большой Саров» много проектов сосредоточено. Это развитие и кластера Саров Арзамас-Дивеева, это развитие проектов научно-образовательного центра, проектов по территории переезжающей социально-экономического развития. Вот все то, что не удавалось здесь в рамках ограничения полномочий было сделать, встретиться, предусмотреть, съездить, сейчас это можно будет позволено сделать. Сергей Жижин останется секретарем местного отделения партии «Единая Россия» и председателем комитета по градостроительству и имущественным отношениям. Занимать две должности в ядерном центре и в Думе по уставу города нельзя. Энергии, знаний и опыта у него достаточно, чтобы успеть на этих двух должностях и работа в НИЭФ, и работа в Думе. Но устав превыше всего, и мы проголосовали сегодня за досрочную отставку Сергея Александровича. Также на седании Думы депутаты утвердили новый перечень объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, в отношении которых в 2020 году планируется заключение концессионного соглашения. В прошлом году концессия в отношении Горводоканала не состоялась. Органы местного самоуправления каждый год обязаны такой перечень утверждать. Концессия – это один из инструментов, который предлагает государство в плане эксплуатации инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. Для принятия взвешенного правильного решения нужно подготовить разумную, четкую, прозрачную технико-экономическую модель. Для того, чтобы ее подготовить, нам, как базовая ее составляющая, это и является перечень имущества, по которому мы считаем всю эту модель, соответственно. Большинством голосов депутаты проголосовали за утверждение перечней. Кроме того, на заседании глава города Александр Тихонов поздравил заслуженного тренера России Виталия Михайлова с юбилеем и вручил ему почетную грамоту Сарового за вклад в развитие физкультуры и спорта. Со своей стороны депутат ЗАГС Собрания Нижегородской области, заместитель директора Рафиацвнеев Юрий Якимов также отметил заслуги Виталия Карловича и наградил почетной грамотой ядерного центра. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Депутат ЗАГС Собрания Нижегородской области Обязательно. Мы надеемся, он не понадобится, но мы выставили пост наблюдения, как это предписано. Четыре человека у нас здесь сидят. Сигнальными лентами ограничили доступ у горожан на лед. Все желающие понаблюдать за обрядом окунания в проруби и поддержать своих близких стояли на берегу. Как ни странно, лед достаточно структурный и толщина здесь у льда 30 сантиметров. То есть это вполне приемлемо для нахождения людей на льду. Но мы все равно ограничили туда выход, запретили, ну дабы люди не подскользнулись или что-то, какой травм себе не получили. Среди желающих совершить обряд духовного и телесного очищения были мужчины, женщины разного возраста и даже подростки. Трижды окунуться в ледяное воде не каждому под силу. Привычным к таким процедурам людям сделать это было легко. Некоторые от экстремальной температуры воды буквально терялись, но находили в себе силы завершить обряд. Эмоции после окунания в проруби были разные. Одни успевали сказать лишь пару слов и спешили греться, другие с удовольствием рассказывали о традициях и ощущениях. Все хорошо, все прекрасно очень. К этому празднику надо долго идти и на самом деле прийти. Поэтому традиций мало, но верим Богом. Слава Богу, спасибо. Прям очень хорошо. Два автобуса выполняли роль пунктов обогрева. С 10 вечера 18 января и до 3 утра 19 января на берегу дежурили медики. Сотрудники спецуправления противопожарной службы прожектором подсвечивали место купания. За соблюдением порядка наблюдал наряд полиции. Елена Грискова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Несмотря на все обещания не выселять детскую поликлинику с Монастырской площади до окончания строительства нового здания, уже в феврале педиатры начнут вести прием своих маленьких пациентов, жителей старого района, здесь, в здании бывших монастырских бань. Еще несколько лет назад Октябрьский проспект был тихой и спокойной улицей. Мало машин, мало пешеходов. Но с закрытием проспекта Мира и вводом нового моста Октябрьский проспект стал достаточно оживленной улицей. В том числе там пустили автобусные маршруты 1 и 1А. На этой остановке прямо рядом с новой детской поликлиникой скоро появится остановочный павильон. А сделать такой же на противоположной стороне Октябрьского проспекта не получится, из-за того, что тротуар там слишком узкий. Скамейки на другой стороне тоже поставить проблематично, потому что тогда они окажутся под окнами жилых домов. Но этот вопрос специалисты прорабатывают. К поликлинике можно подъехать и на собственной машине. Есть достаточно мест, где ее можно перепарковать. Возможно стоянка автотранспорта и на проспекте Октябрьский, кроме места, где автобусные остановки. И в районе проспекта Мира тоже стоянка не ограничена. И возможность стоянки автотранспорта за зданием этой физлечебницы, потому что там есть асфальтовая площадка. В принципе, туда можно проезжать и останавливаться. После переезда детской поликлиники специалисты департамента городского хозяйства будут мониторить ситуацию. Если потребуется, скорректируют режим движения автобусов и установят дополнительные светофоры или опор освещения. Открытая гимназия – это своеобразный проект, который существует в православной гимназии уже три года. По традиции он проходит за несколько дней до начала набора в первой классе. Его главная цель – показать родителям будущих школьников, что ждет их малышей во время учебы. Каждый учитель дает по два открытых урока. Ну, приблизительно у нас 52 открытых урока в течение этого времени проходят. Причем я прошу, чтобы учителя давали уроки не какие-то там праздничные, не какие-то там особые. Отдавали совершенно рабочий урок, чтобы родители имели возможность понять, ну, как проходит образовательный процесс в гимназии. Научить детей считать, заложить основы чистописания, рассказать об основах окружающего мира. Наталья Бордачева работает учителем младших классов всего два года. Педагог признается, что работать с малышами непросто. Это большая ответственность, но ей нравится ее профессия. А подобные открытые занятия только помогают быстрее находить общий язык с родителями и самосовершенствоваться. Чтобы родители знали, что у нас проходит, как себя ведут дети. Понятно, что они немножечко будут вести себя не так, как обычно, да. Но все-таки они видят, кто работает, кто не работает. Чтобы родители, с одной стороны, поменьше нервничали, да, видели, что ребенок отвечает на уроках. А молодому педагогу, я думаю, они будут полезны тем, что мы все-таки, ну, еще более ответственно готовимся, принимаем еще какие-то для себя новые задания, новые приемы. Андрей Седов учится во втором классе. Для него особенно важно отвечать правильно на вопросы учителя и писать математический диктант без ошибок. Потому что на урок пришла его мама. Вообще мне было интересно, как вот мой детенок что-то учится и старается. Вот, вижу, что учится, старается, учитель хорошо объясняет. Все в таком темпе, в хорошем. Живо, бодро, народ вообще рвется в бой. На перегонки отвечает. На открытые уроки приглашают не только родителей будущих первоклассников. Посмотреть, как проходят занятия, как в младших, так и в старших классах, могут все желающие. Расписание уроков можно найти на сайте православный Саров. Около 900 маленьких саровчан в этом году пойдут учиться в первые классы. Большой наплыв учеников ожидают в школу нового района, особенно в 11-17 и в Центр образования. Это организация, куда идут учиться дети, проживающие на территории, ранее закрепленной за лицеями и гимназией. Уже второй год подряд эти школы не набирают детей в первые классы. В 2020 году Центр образования планирует принять около 150 детей. Пока нет определенности, сколько будет классов. Возможно, 5 по 30 человек или 6 по 25. Окончательное решение примут после того, как завершится приемная кампания. Из лицеев и гимназий в этом году на работу в Центр образования переходит только 4 учителя. Других будут искать. Выбрать педагога для своего ребенка напрямую нельзя. Мы всегда говорим, что распределение детей по классам – это только право образовательной организации. Поэтому в данном случае мы всегда говорим, что это остается только полномочия образовательной организации, а не родители. Потому что удовлетворить желание всех, конечно же, мы не способны. Дети, которые пойдут учиться в Центр образования, через 4 года его закончат. И на общих основаниях вместе с учениками других школ будут сдавать экзамен для поступления в лице и гимназию. Центр образования реализует те же общеобразовательные программы начального общего образования, как и все образовательные организации города. Не предполагает, уровень начального общего образования не предполагает углубленных предметов. И как и в любой школе, в Центре образования есть дополнительные предметные области, есть дополнительные кружки и какие-либо дополнительные занятия, которые могут выбирать дети, как и в любой образовательной организации. Как и прежде, правом преимущественного приема в первые классы будут пользоваться льготные категории граждан. Их полный перечень можно найти на сайте Департамента образования. Кроме того, есть одно важное нововведение. Дети, проживающие в одной семье и на одной территории, они имеют право вне конкурсного зачисления, приоритетного зачисления, независимо от прописки. Вот это нововведение этого года, о котором говорят все. И я хочу родителям ответить на вопрос, который некоторые задают, что если ребенок сейчас учится в 15-м лице, и приоритета с центром образования не существует. Это две разные образовательные организации. Специалисты Департамента образования подчеркивают, что самое главное в начальной школе – это не место, в которое ребенок будет ходить на занятия, а учитель. Прекрасных результатов можно достичь в любой школе, при условии, что налажена связь между педагогом, учеником и родителем. Подать заявление на зачисление в первые классы можно с 1 февраля с 8.30. Детей, которые идут в школы не по прописке, будут зачислять на свободные места с 1 июля. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Международная профессиональная олимпиада учителей «Профи-2019» прошла в 12-й раз. Это уникальный конкурс, позволяющий получить объективную оценку знаний и повысить уровень предметной компетентности участников соревнования. Учитель лицея номер 15 Татьяна Остюжанина успешно прошла очный тур и по его результатам вошла в топ-50 лучших преподавателей русского языка. «Профи» – это международная профессиональная олимпиада для учителей, организованная Высшей школой экономики города Перми по заказу Министерства образования края. За 11 лет в конкурсе приняли участие более 60 тысяч учителей. Это представители всех регионов России и 12 иностранных государств, стран ближнего зарубежья. Традиционно состязания проводятся по 8 предметам – математики, русскому языку, физике, химии, биологии, информатике, обществознанию и английскому языку. В 2019 году в олимпиаде по русскому языку приняли участие почти 2000 педагогов. Испытания проводятся в два этапа. Первый – заочный, дистанционный, второй – очный, на региональных площадках. В нашем случае это Высшая школа экономики в городе Нижнем Новгороде. Участникам конкурса предлагаются непростые задания предметного и методического характера. Задания конкурса, считает Татьяна, мотивируют к самосовершенствованию и развитию профессиональных компетенций, что важно для учителя. По окончанию испытаний для всех участников проводятся консультации, где разбираются наиболее сложные задания, и учитель может получить ценные рекомендации по работе с одаренными детьми. Замечательно, когда ученики видят, что их учитель развивается и также готов пройти интеллектуальные испытания, какой проходят и они, это всегда заставляет их лучше работать, тянуться за своим преподавателем. В сфере образования Татьяна работает 24-й год. Постоянно участвует в профессиональных конкурсах разного уровня. В 2015 году она стала победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года». Ее ученики показывают высокий уровень предметной подготовки. Свою работу я называю настоящей, живой. И мне ценно то, что знания, которые я закладываю в детей, те умения, которые в них формирую, помогают им расти интеллектуально и духовно, помогают им добиваться успеха. Учитель должен постоянно работать над собой, повышать свою профессиональную компетентность, интересоваться новостями своей специальности. Татьяна – прогрессивный педагог, который с уверенностью открывает ученикам новые горизонты. Юлия Богоносцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. В Сарове около 35% взрослого населения страдают гипертонической болезнью. То есть практически постоянно их артериальное давление выше 140 на 90 мм ртутного столба. При этом люди могут не догадываться, что больные, как правило, симптомы долго не проявляются. На протяжении многих лет повышенное артериальное давление пациентам никак не ощущается. И организм адаптируется к повышенным цифрам давления. И, как правило, уже когда возникает инсульт и инфаркт, пациент узнает, что у него было повышенное давление. Гипертонию важно выявить на ранней стадии, когда еще можно изменить образ жизни пациента и назначить базисную терапию, которую он должен принимать на протяжении всей жизни. Это поможет снизить давление и предотвратить инфаркты и инсульты. Основными факторами риска любого сердечно-сосудистого заболевания, в первую очередь гипертония, является малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание, стрессовые ситуации. Естественно, большой вклад в профилактику и в том числе и лечение является коррекцией факторов риска. Для выявления гипертонии в поликлинике номер 2 открыт центр здоровья, куда может совершенно бесплатно обратиться любой совершеннолетний житель города. Специалисты обследуют пациента, проконсультируют и дадут рекомендации. Записаться на прием в центре здоровья во второй поликлинике соровчане могут по телефону 9-52-45. Кроме того, врачи советуют горожанам проходить диспансеризацию. Диспансеризация – это тоже профилактическое направление, в том числе и для выявления в первую очередь сердечно-сосудистых заболеваний. Диспансеризацию может пройти любой работающий и неработающий пациент, начиная с 18 лет. Если до 39 лет – это раз в три года, а с 40 лет – ежегодно. Диспансеризацию надо проходить в поликлинике по месту прикрепления. При этом граждане имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года, а работники предпенсионного возраста на два рабочих дня один раз в год. Их средний заработок сохраняется. В ночь со вторника на среду в Сарове выпал снег и практически закрыл грязь и слякоть. На календаре 22 января, а это, пожалуй, лишь второй такой сильный снегопад в этом сезоне. Погода этой зимой больше напоминает европейскую. Причиной аномально высокой температуры синоптики называют теплый воздух с Атлантического океана. Нравится ли такая погода саровчанам? Пойдемте узнаем. Скажите, вам нравится зима в этом году? Нет. А чего вам не нравится? Снега мало. На лыжах нельзя ходить. В основном это... Ну, снега побольше. Но в природе нет плохой погоды, поэтому я люблю зиму вообще. Конечно, хочется на лыжах покататься, но я верю в лучшее будущее, и может быть, все-таки снег уйдет. Нет, это не русская зима. Нравится. Че? Тем, что снега нет и тепло. Да. Потому что морозы не сильные. Ну, нет, как-то зимы какая-то. То ли осень, то ли весна. Все тает. Даже заморозить ничего не успевает. Все сразу же течет. Лично мне, например, нравится, когда снег выпадает не в обычное время. Так сказать, например, вчера снегопад настал, ну, застал меня внезапно, мне очень понравилось. А так вообще мне в памяти просто более отчетливо запечатлеваются, запечатлеваются сезоны, когда зима приходит достаточно поздно. То есть я успеваю насладиться осенним периодом и с открытым сердцем встретить снег и зимнюю красоту. Потому что это не зима, а весна. Настоящая. Нет, конечно. Скользко, тепло. Че ж хорошего-то? Зима должна быть зимой. Мне не нравится то, что мало снега. И вообще зима с каждым годом становится все хуже и хуже. И так кажется, как будто летом уже выпадет снег. Обычная зима, конечно. Ждем снега, но наконец-то дождались. Не посмотрим, что будет дальше. Ветром мне нравится. Сильный ветер. Снег только маловато. И все. А так нормально. Мне нравится. Ну кому она нравится в этом году? Только если дворникам что чистить не надо. Этим машинам по три раза на дню не нужно чистить. А так она никому. Ну это слякоть куда? Ну не очень. Хочется хоть немного мороза. Снег пошел, он такой слякотный. Не нравится. Снега нет. Зима в этом году бьет рекорды по самой высокой температуре воздуха. В прошлом году рекордсменом по самой низкой летней температуре стал июль. По неволе вспоминаются народные приметы. Наши предки говорили, что холодное лето к теплой зиме. Вообще верю в приметы, да? Не, не особо. Нет. На покроже снега не было. 14 октября не было снега вообще никакого. Поэтому зима бесснежная. Не, а вот лето может быть холодное, да. Ну сейчас уже климат поменялся, уже никакие приметы не действуют. Я вот предчувствую, что будет холодное лето. И то, чтобы я верю в приметы, ну хочется, чтобы было хорошее лето и зимняя зима. Я в приметы вообще не верю. Да у нас лета-то не было нормального. Не верю. Нет, нет, нет. Все зависит от течений, от циклонов. Специалисты сделали детальный прогноз погоды на февраль 2020 года для всех регионов России. По их данным, на большей части территории страны температура воздуха в феврале значительно снизится. Но весна будет ранней и теплой. Сбудутся ли прогнозы синоптиков на последний зимний месяц, покажет время. Главное, чтобы зима не начала отдавать свои долги в апреле или в мае. Специально для вас все о капризах погоды выясняли Елена Грискова и Константин Островский. Венецианские и африканские маски, маски животных, зонты с картинками-перевертышами в японском стиле. Все эти работы создали воспитанники архитектурно-художественного отделения детской школы искусств. Маски сделаны из картона, цветной и гофрированной бумаги. Сначала мы делаем эскизы, изучаем стиль определенный, тему, смотрим картинки и создаем эскизы. Потом выбираем лучший эскиз. Это работа любого художника, любая детская работа. Прежде чем приступить к созданию эскиза, ребята изучают тему, погружаются в историю или, например, знакомятся с творчеством художника, в стиле которого они будут рисовать. Работа над масками была долгой и кропотливой. Вероника Дегтярева делала свою работу около полугода. Сначала делали красивые эскизы, саму работу, и потом уже выполняли ее как в макете, так сказать. Сначала у нас работа была белая, но мы поняли, что чего-то не хватает, решили добавить красок в свою работу. Дополнили ее красивыми блесками, чтобы работа была яркая, выразительная. Уже третий год детская школа искусств выбирает в качестве площадки для показа своих работ музей народной игрушки. Его небольшой уютный зал идеально подходит для таких экспозиций. Люди, которые здесь работают, очень какие-то позитивные и умеют работать, создавать эти выставки. Мы что, мы сделали работу, принесли, а создавали-то сотрудники музея эту выставку, по сути. Ну, они больше приняли участие, и, в общем-то, выставка получилась очень хорошая. Да, они всегда получились хорошие. Выставка детской школы искусств «Зимний маскарад» в Музее народной игрушки продлится до конца февраля. Екатерина Апенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Праздник зимних видов спорта, здоровья и радости. Всемирный день снега отметили на лыжной базе. Несмотря на непростые погодные условия, желающих активно провести выходные и оценить обновленную инфраструктуру базы хватало. День снега проводится в Сарове с 2012 года. По замыслу Международной федерации лыжного спорта, по всему миру в этот день должны проходить снежные фестивали. Обычно проблем со снегом не возникает, но сегодняшняя зима практически не оставила шансов. Снежные фигуры лепили из того, что было. Конечно, в нашей ситуации, в сложившейся ситуации, в день снега без снега, но в нашей дружной команде корабли все ни по чем. По колицам походили, набрали снега, слепили замечательную фигуру, мишка. Каждый год у праздника своя ключевая тема. Снежные фигуры лепят в соответствии с ней. Но так или иначе, тема связана со спортом и здоровым образом жизни. В этот раз фигуру лепили под девизом «Спорт – норма жизни». Мы слепили фигуру мишку, футболиста. Тема была выбрана не случайно. Почему? Потому что наш детский сад является сетевым детским садом школы «Росатома». И наши дети уже в третий раз будут принимать участие в чемпионате по футболу «5 плюс». Программа праздника получилась динамичная и насыщенная. Зрители могли наблюдать за лыжными гонками, принять участие в семейных спортивных соревнованиях всей семьей за здоровьем, выполнить творческие задания на интерактивных площадках и посмотреть выступления городских творческих коллективов. Реконструкция лыжной базы – событие, которое горожане ждали несколько месяцев. Торжественно открыла ее призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам Анастасия Седова. Хочу сказать большое спасибо, конечно же, тем людям, которые все это для нас сделали, усовершенствовали лыжную базу, построили новый роллерный круг. Он подойдет как младшим группам, детишкам, которые только-только начинают свой, так скажем, лыжный путь, и так и для взрослых профессионалов. И очень радует тот факт, что очень немногие города могут похвастаться в городе именно наличием лыжероллерной трассы. Лыжная база обрела новый вид, стала более удобной для посетителей. Это важное событие для города, ведь теперь каждый может заняться спортом. Юлия Богоносцева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. На товарной базе состоялась презентация зимнего скейт-парка. В начале декабря любители экстремальных видов спорта обратились в администрацию города с просьбой выделить помещение, чтобы ребята могли заниматься любимым делом и зимой. Решение нашлось быстро. Глава администрации предложил развивать это направление на городском уровне и привлекать в эту деятельность как можно больше молодежи. Поскольку это ребята, подростки, дети, это наша ценность, да, вообще городская, наша задача использовать городские территории, городские возможности, чтобы ребята могли себя реализовать в позитивных видах, в любых видах, там, спорт, культура, искусство. Ну, главное, чтобы находили себя и совершенствовались. Андрей Денисенко с таким предложением согласился, и теперь он не только возглавляет клуб, но и руководит новой секцией Центра внешкольной работы. В новом помещении площадью около 200 квадратных метров занимаются 40 подростков. В скейтпарк ребята назвали «холодильник», так как раньше там стояло холодильное оборудование. Все фигуры для выполнения трюков ребята сделали своими руками. Пока их немного. В дальнейшем мы планируем еще улучшаться, делать что-то новое здесь, потому что, ну, это еще не все. Надо еще многое продумать, сделать. Еще сейчас ребята покатаются, скажут, чего не хватает. Мы учтем все эти мнения и сделаем еще фигуры. После небольшой пресс-конференции ребята показали мастерство владения велосипедами и самокатами. Работу им в этот день усложнили видеооператоры и фотографы городских СМИ. Пытаясь сделать красивые кадры трюков, они подходили слишком близко к фигурам. Тем, кто хочет научиться делать трюки на велосипедах, самокатах и роликах, нужно обратиться к руководителю клуба Андрею Денисенко. Минимальные требования – это средства защиты. Это шлем, наколейники, налокотники и транспорт, на котором планируете освоить экстремальный спорт. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей СРО24. Самый энергозатратный и азартный вид спорта, который развивает выносливость, координацию и даже зрение. Именно так отзывается Ольга Игнатова о бадминтоне. Женщину увлеклась им 6 лет назад и с тех пор все свое свободное время посвящает тренировкам. Даже обеденный перерыв проводит не дома, а за игрой в клубе «Прогресс». Как говорят бывших бадминтонистов, не бывает. Те люди, которые в это все влились, влились душой, влились с каким-то азартом, с пониманием. Это, ну, я вот себе уже не представляю, как я могу прийти домой и лечь на диван просто так. Вот честное слово, не представляю. Я тренируюсь практически каждый день, иногда два раза в день. Ну, это настолько затягивает, это настолько вдохновляет на будущие победы. Именно с этого вида спорта открываются спорты-кядров и от снег 2020 года. В спортивном комплексе «Авангард» собрались 10 коллективов физической культуры ядерного центра, чтобы вступить в борьбу за заветный кубок. Игры проводятся как одиночные, так и парные. Большинство считает бадминтон развлечением. Но на деле привычное всем перебрасывание друг к другу валана имеет мало общего с бадминтоном, как спортивной игрой. Настоящий спортивный бадминтон по своей идеологии напоминает восточное единоборство со всеми их контрастами. Жестким давлением и мягкой уступчивостью, гибкой хитростью и настырной агрессивностью, взрывными безудержными атаками и затяжными розыгрышами валана. Все привыкли, что это бадминтон, на пляжу постучали и все. На самом деле достаточно динамичный вид спорта и если на пляжу, когда мы играем, у нас там смысл удержать валанчик, то здесь наоборот надо его забить. Соревнования по этому виду спорта в рамках спортаки Адарфиатснеф проходят уже в шестой раз. Большинство участников – действующие игроки секции бадминтон, ядерного центра и городской федерации. Но есть и те, кто впервые взял ракетки в руки. Играют, да, не только те, кто занимается. У некоторых коллективов, к сожалению, вообще нет людей, которые занимаются бадминтоном. Вот, например, тот же Политех, который у нас, КФК «Звезда», они к нам вообще не ходят. Но все равно борются, кстати, борются. И они не последние на самом деле. Финальные игры по бадминтону проходили несколько часов. Атмосфера в зале была по-настоящему напряженной. Как итог, третье место заняли спортсмены коллективу «Бревестник». Серебро, Укаевка, Квант. Победители – бадминтонисты Союза.